Всем привет, с вами Вивля Клод. Мы находимся на выставке VipeXpo 2016 и, блуждая по стендам, мы не могли пройти мимо легендарной и знаменитой вайп-арены. Это один, наверное, единственный шоп, который продает всегда их каноны, их правила. Это только оригиналы, самые сочные, самые редкие мехи, жидкости, все только премиальное и лучше. И вы знаете, что мы презентовали свой механический мод, поэтому кому как не к этим ребятам подойти и узнать мнение, заодно спросить, что у них появилось нового, интересного, красивого. Поэтому передаю слово Эрнесту, на кого из плотных людей из вайп-арены, которые, собственно, вам сейчас все это и расскажут. Эрнест, вперед! Спасибо большое. Да, собственно, меня зовут Эрнест, я вместе с Сашей, которого здесь нет, являюсь основателем этого вайп-шопа, который меньше чем за, как, собственно, превратился в некую дистрибьюторскую компанию. И я бы, наверное, не согласился с тобой, что мы единственные, кто занимается продажей исключительно оригинальной американской продукции, просто почему-то мы решили, что мы будем этим заниматься в России первой и загнали этому, скорее всего, моду. Но, тем не менее, ассортимент у вас все равно наиболее широкий, вы всегда стремитесь самое свежее, самое новое презентовать именно через себя. Безусловно, у нас ассортимент растет постоянно, мы не боимся привезти что-то новое, попробовать лично, даже если это будет, допустим, не самый правильный, не самый качественный продукт. И даже если вам будет неинтересен, если даже вам будет неинтересен широкой публике, все равно мы его привезем, попробуем, расскажем о нем все, что мы читаем, и поэтому, ну, посмотрите на это, это еще далеко не все, что осталось, на самом деле, далеко не все, что мы планируем привезти, но, в общем, стараемся. На VFX мы, наверное, нашим основным, скажем так, гостем на витрине делаем прекрасный американский мод-район, который очень многим людьми, по большому счету, просто недооценен. Нам он понравился прежде всего тем, что он толстенный, он 25 мм в диаметре, но при этом у него просто, посмотри на эти стенки, посмотри на это. Моренький монстр. Да, у него потрясающие резьбы, он просто завинчивается без единственных звуков, без вообще единого звука, без единого закусывания и так далее, и тому подобное. И преимущество из того, что он стальной в том, что он просто никогда не будет, по сути, не поднимется. За ним не надо будет ухаживать, абсолютно. У него подпружиненный пин на вот этом вот якобы не гибридном контекторе, да, гибридном. И на самом деле все просто у него замечательно. Сумасшедший минусовой пин, длинновая кнопка, которая так же никогда не будет греться. Короче, он реально потрясающий, идет замечательно в упаковке, который нужно смело абсолютно дарить. И при его стоимости от 10 до 12 тысяч, на мой взгляд, это реально очень даже неплохой пин. На данный момент он, я так понимаю, только у вас. Он только у нас в России, да, мы дистрибьюторы этой компании в России. И мы, опять же, были первые, кто его привез и показал, что только куплю. Так, с самым сочным тогда закончили. Следующее, как ты мне уже сказал, вы, пробуя кучу штатовской премки, все-таки, наконец-то презентовали свою. Да, мы перепробовали, на самом деле, реально. Мы даже не считали, сколько мы перепробовали, но было привезено столько всего вообще, коробками, ящиками, тоннами, балетами. И все это было перепробовано не только нами, но и ребятами, которые постоянно ходят в наш шоп. Люди это пробуют, высказывают свое мнение. И, как бы, на основании этого мы уже решаем, завозить эту линейку или не завозить. Ну и плюс, как бы, в нашем шопе всегда можно было пробовать жидкость перед покупкой, потому что, ну, я не представляю себе, как можно купить жижу, не попробовать. И, собственно, все вот это перепробовав, мы пришли к выводу, что, во-первых, самый правильный формат жидкости, это 60 миллилитров, что Gorilla действительно одна из, наверное, наиболее удобных тар для переноски, хранения и пользования этой самой жидкостью. И презентовали вот такую вот. Мы даже не презентовали, мы пока что, по большому счету, только ее изготовили. И на экспо даем людям пробовать. Пока что получаем только положить из него. Какого-то конкретного пума еще не отколон не словили. Это называется электроджем. Электроджем, да. Это такое немного комичное название, но по факту это реальный электроджем. Четыре вкуса. Апельсиновое мороженое, апельсиново-ежевичный лимонад, сумасшедшее печенье с бисквитом и черничный пончик. То есть все это, все это зашло, прежде всего, нам всем, всем нашим друзьям и очень многим людям, которые здесь это пробуют. Я не знаю, можно ли говорить о ценах, но... Я думаю, без проблем. Мы спозиционировали в эту линейку в розничной цене 990 рублей за 60 миллилитров. Что, в примитивной калькуляции, получается, грубо говоря, 500 рублей за 30 миллилитров. Да, но, в принципе, это вполне себе конкурирует даже с церковью дешевыми отечественными жителями. Все верно. И переходим, наверное, к финальной стадии нашего разговора. Это ваше личное мнение, мнение вайпорении о нашем творении, о нашем детище. Сколько он вам нравится, не нравится. Давай честно скажем людям, что ваше детище мы потрогали еще до Вэпэкспорта. Да, в покрытии мы его попробовали. И пробовали мы его всем шопом, абсолютно, всеми ребятами. И я могу сказать, что он нам реально зашел. Он нам реально зашел, как бы мы не выдумываем. Это реально так. Мы перепробовали огромное количество труб и в покрытии, и без покрытия. И толстый, и тонкий, и на 24, и на 22, и на 25, и на 27. Но он хорош, да. Он реально хорош. Мне нравится его размер. Он достаточно компактный. При этом он толстенький. Соответственно, он, скорее всего, не будет прям так греться, как греются какие-то тонкие трубы. У него замечательная резьба. Вот это мне прям сумасшедше понравилось. Пехонент закручивает. Это просто шикарно. И мне действительно нравится то, что вы постарались сделать мод не дешевым, в первую очередь, а инновационным. И вот эта вот штука, я даже не знаю, как это назвать. Лепестки, наверное, да? Они прям сильнее. Да. Это то, что мне, наверное, прежде всего, больше всего понравилось. И я понимаю, что ход у них, у этих лепестков, он минимальный. Соответственно, говорить о какой-то усталости материала не приходится. То есть я подозреваю, что он выдержит тысячи и тысячи нажатий, и ничего с ним не случится. Полировать его должно быть точно так же достаточно легко. При этом я знаю, что вы планируете продавать какую-то штучку, которая... Для быстрые починки. По поводу того, как он жарит. Я скажу так. Я уже давно не обращаю внимания на то, как жарят мехи. Потому что, на мой взгляд, они все жарят абсолютно одинаково. Ну, серьезно. Вопрос в том, какой из мехов будет жарить лучше на устаршем оттуда. Потому что есть некий порог комфорта. И я понимаю конструктив вашей трубы. Могу сказать, что по сравнению с многими мейнстримными трубами, которые, в том числе, и у нас представлены, он должен справиться с задачей разжаривать билды на севшем акубе гораздо лучше, чем какие-либо конкуренты, даже американцы. Я скажу честно, если бы меня спросили, чтобы я выбрал, допустим, какую-нибудь американскую трубу или вот это, я бы, конечно, выбрал американскую трубу. Но если бы у меня стояла задача выбрать какой-то отечественный метр по пределам 10 тысяч рублей, даже в пределах 8 тысяч рублей, я бы, безусловно, выбрал вашу трубу. Это 100%. Приятно слышать такие вещи, на самом деле. Потому что я вижу, что вы над этим работали. Я вижу, что вы работали, работали много, и у вас реально хорошо получилось. Спасибо большое. Все сказано за нас, нам даже нечего добавить. Можно добавить только одно, что вейп-арена с сегодняшнего дня и в ближайшее время будет одним из первых вейп-шопов, в котором появится наш механический мод. Поэтому, если вы не смогли присутствовать на вейп-экспо, то вы всегда знаете, куда можно прийти и найти наш механический мод. Ребята в этом разбираются. Все вам подскажут, все расскажут. И жижку дадут, и мех подберут, и дрипку. Огромное спасибо Эрнесту. С вами были Вивля Клаусы выставки вейп-экспо. Впереди еще много интересного, все только начинается. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Пока. Пока-пока.